Четверо служителей Фемида, известных общественности своими решениями, резонансными делами, которые они вели, подали в отставку. Высший совет магистратуры единогласно одобрил сегодня их увольнение. Заявление написали Тудор Бердиле, Сергей Булару, Ион Казаку и Владислав Клима. К слову, последнему, также возглавляющему апелляционную палату Кишинева, в случае его почетного ухода из системы, полагается единовременная компенсация – около 150 тысяч леев. В своем заявлении об отставке, поданном сегодня утром в высший совет магистратуры, Владислав Клима ссылается на две статьи закона о статусе судьи. Один предусматривает почетный уход в отставку. Иными словами, Клима считает, что при исполнении своих функций вне служебных отношений он не совершал действий, порочащих правосудие или компрометирующих честь и достоинство судьи. Ранее указом, подписанным президентом Майя Сандо Вионе, Клима был уволен из системы. Однако служитель Фемида обжаловал это решение и выиграл дело в суде. В январе он был восстановлен в должности председателя апелляционной палаты Кишинева. Почетный выход из системы означает, что судья получит единовременную компенсацию. В его случае эта сумма составит порядка 150 тысяч леев. Мы попытались поговорить с самим Климой, но на наши телефонные звонки он не ответил. Заявление об отставке подал и Тудор Бердила из апелляционной палаты Когула, который рассматривал и был докладчиком по делу о причастности к банковскому мошенничеству Илона Шора. В прошлом году в СМИ было опубликовано видео, где адвокат Шора передает судье пакет с неизвестным содержимым. Момент попал на камеру видеонаблюдения возле заправки в Когуле. На вопросы журналистов он ответил, что встретились они случайно, а в пакете якобы был подарок на день рождения, который знакомый с судьей адвокат пропустил ранее. В своих заявлениях об отставке ни один судья не назвал никаких причин. Все заявления об отставке приняты. Решения будут направлены президенту Республики Молдова для издания указов. Сегодня же о своем увольнении заявил и следственный судья Сергей Булару. В 2020-м он приостановил исполнение приговора скандального бизнесмена Вячеслава Платона на основании ходатайства генпрокурора Александра Стояногла. Платон был освобожден из тюрьмы и после начала очередного расследования против него покинул страну. В отставку подал Ион Казаку, судья районного суда Дроки в Гладянах. В 2014-м его отстранили от должности по обвинению в якобы получении взятки в 10 тысяч леев от ответчика. Он был осужден, но позже приговор пересмотрели. Казаку полностью оправдали и восстановили в системе в 2019-м году. Высший совет магистратуры принял все заявления и отправил на подписание главе государства.